ребята всем доброе утро сейчас я немного вам расскажу про заболевание барона баронья вот он лежит он у нас красавчик а вначале я скажу огромное спасибо всем кто помогал в лечении черныша черного и кто помог в кремации кремацию вчера сделали вот все нормально все как положено черныш покоится с миром вот кремировали мальчишку хорошенький он конечно черныш я к артуру приезжала такой прям умный добрый спасибо огромное спасибо огромное кто помог деньгами вот и вчера после ролика вышел родника ролик про барона вечером где мы в клинике были потом что нам сказали прислал еще антон антон f по моему тоже денежку и до этого присылал когда мы были с детьми с нашими в отпуске в горном алтае спасибо вам огромное ничего не написано было в переводе к переводу сообщения никакого не было но поэтому я так понимаю что это как бы подарочки нашим собачкам вот спасибо вам большое огромный антон всем ребята спасибо всем огромное спасибо всем и за материальную и за моральную поддержку и что вы с нами с нашим каналом с нашими собаками а сейчас маленечко скажу на общем такая ситуация когда мы поехали в горный у вороны стало вот это обостряться обратно пузико потемнело она вроде у него светлело вот это вот место покажу сейчас а потом опять начала с горного в городу с горного начались проблемы начала темнеть и он нализывает и конечно запах когда лежит запах такой кислятины стоит но от слюней наверное вот и вот это вот видите шерстка новая нарастает я уже показывала ролик ну что-то медленно все скоро зима и в общем решила я прекратить его мазать шампунем который нам советовали и обратиться к доктору к другому и вчера мы поехали в клинику нико до этого мы записались вчера нас приняли прием был где-то час все это процедура заняла время с 8 до 9 мы там были приняли посмотрели взяли у барона соскобы вот взяли волосяной вот эти вот волосики кожные взяли соскобы с кожи на общем 3 соскобика сделали вот и сказали подождать в общем подождали мы и результаты анализов что это не грибок мы-то думали что это грибок вот это не грибок он сказал просто идет воспалительный процесс какую-то причину не поймет он вот может быть причина что когда-то у него была аллергия вот это или причина того что недолечили то есть надо было еще потом назначать лечение но но вот так вот нам мы вот что лечили что нам назначили вот зале пролечили три месяца и все вроде как зарастало но потом опять но видать ну вот мы и обратились что начало прогрессировать с бароном так-то он себя хорошо все чувствует на общем вот такой вот диагноз что это воспалительный какой-то процесс волос не нарушена он сказал все хорошо посмотрел он у него зубы уши в общем здоровый парень отличные сказали нам до барон перейти на чем делает эти делает те делает эти делает посмотрите на этого барошку барошка барошка бароша бароша барош ну-ка все и иди ложись барош лежать давай лежать из тебя показываю да ложись для жизнь закидывайся и закидывай вот ну и еще ребята такой моментик хотела сказать вчера когда вы были у доктора он у нас конечно сделал опрос вес мы взвешивали там больницы вес барона где-то 32 килограмма на сегодня примерно вот там но уме немножечко грамм не хватает до 32 то есть нормальный вес ничего нам не сказали проверил уши зубы все проверил и спросил глистогонку даете когда какую я ему ответила по обработке от клещей от блох тоже первый вопрос делал потому что ну возможно вдруг это от чего-то вот и такой момент ребята я как бы хочу обратить на это внимание заострить я ему сказал что мы обрабатываем бровекта он говорит а брови кто говорит наверно на озон на этих заказывайте на вал берез я такая говорю нет я говорю я покупаю чисто в магазине вид аптеке он так удивил ну как не то что у диск грида говорит но это хорошо я говорю я прекрасно знаю что вал берез на озон там может быть что-то и не то есть я внимательно читаю инструкцию смотрю чей товар ну что может быть и не для нас это сделано то есть какое-то там лекарство может быть не то то есть а в магазин я прихожу я спрашиваю смотрю срок годности обязательно спрашивают для кого это для россии не для россии то есть обязательно всегда это все проверяю потому что ребята на вал берез на озон можно взять какую-то тряпку до какой-то там штучный товар там такой не лекарственные не еду но понятно да но чтобы лекарство брать на озоне на вал берез серьезные такие вот для собак которые грозят понятно да что может быть что-то не так и смерти подобно то есть такие препараты лекарства я беру конечно магазине проверяю были случаи что тоже берут в магазине но человек не проверил для кого для чего магазины тоже продают ну и укус клеща заболевание лечения было симпарику брали рассказывали мне и укусил клещ то есть я все это проверяю читаю смотрю это внимательно потому что но подделывают все подряд лекарства суют не то не такое но в общем так вот так что ребята если вам дорогая очень дорогая жизнь вашего питомца вы беспокоитесь о нем ну конечно не фанатично все это должно быть так что ой там но понятно в в идеальном спокойном состоянии то есть все это должно проходить равна уравновешено спокойно то вот даже и врач сказал что в албери сазон там но не факт что вам продают то что вы хотите то что вам нужно и сейчас сами знаете осень что весна что осень обострение клещей опять барошка начал кувыркаться спинка чешет такие вот клещу ки так что ребята будьте осторожны берегите своих питомцев и я думаю лучше потратить лишние 500 рублей 300 вот серьезно ну чем покупать не понять где не понять что но всем хорошего дня у нас утро а я сейчас ребята пойду заниматься с моими подопечными с эйсиком и ты всем ворон иди сюда всем пока